Массовая закладка гомункулов. Привет! С вами корней. Сегодня я начинаю эксперимент по массовой закладке гомункулов. Сегодня я заложу партию из 5 яиц. Через 10 дней я сделаю то же самое. Затем снова через 10. И ещё раз через 10 дней. Таким образом, у меня будут заложены 20 яиц. Через 40 дней я посмотрю результат. К тому моменту гомункулы будут находиться на разных стадиях развития. А именно 40 дней, 30, 20 и 10. Этот эксперимент покажет нам, на какой стадии гомункулы являются более интересными и более жизнеспособными. Кроме того, до этого я всегда использовал деревенские неоплодотворённые яйца. Я это делал потому, что считаю, что деревенские яйца всё-таки надёжнее. Но в то же время я считаю, что магазинные яйца тоже должны подходить. И поэтому этот эксперимент со всеми 20 яйцами я провожу именно с магазинными яйцами. Прав я или нет, что магазинные яйца подходят в не меньшей степени. Как раз наш эксперимент и покажет. Итак, это наша первая партия. Помещаем контейнер в ткань. И затем в таком виде мы поместим его в тёмное и тёплое место. А именно в кладовку. Итак, прошло 40 дней. Наш эксперимент подошёл к своему финалу. Мы имеем 4 партии яиц на разной стадии развития гомункулов. От 10 до 40 дней. Как вы видите, я предпринял специальные меры по защите. Потому что знаю, что гомункулы могут быть агрессивны. И могут плеваться то ли кислотой, то ли ядом. Ну а кроме того, яиц сегодня действительно много. И поэтому запах может оказаться по-настоящему неприятным. Ну что ж, приступим. Итак, это первая партия, которую мы вскроем. На самом деле, это последняя партия, которую я закладывал. Это 10 дневные гомункулы. Посмотрим, что здесь. Ничего. Так. Угу. Время. 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 Так, ну что ж. В 10 дневной партии ничего нет. Проверим следующую. Это партия гомункулов, которая выдерживалась в течении 20 дней. Ну что ж, к сожалению, тоже ничего нет. Давайте в этом убедимся. Да, ничего. Продолжим. Так. 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 Удачно, что нашей ёмкости, похоже, как раз хватает. Так, ну что ж, похоже, ничего нет. Запотевают немного стёкла. К сожалению, снаружи их не протрёшь. Увы, ничего. Конечно, жаль. Но мои педагоги учили меня, что отрицательный результат в эксперименте, это тоже результат. Благодаря этому эксперименту, мы теперь знаем, что магазинные яйца, не подходят для создания гомункулов. Хотя, может быть причина в ином. Парацельс писал, что семя, использованное для этих целей, должно быть правильным, должным образом магнетизировано. При этом, он не пояснил, что подразумевает под этим. Мне кажется, что это означает, что процесс добывания семени, и его использования, должен протекать с душой. Я же, каждый раз, работая сразу, с пятью яйцами, наверное, подошёл ко всему этому, несколько формально. Ну что ж, как бы там ни было, эксперименты с гомункулами, конечно, будут продолжены. Эта тема очень интересна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Корней. Пока. И я надеюсь, что сегодня в противогазе мне спать не придётся. Пока. Пока.